Привет, зритель! Сейчас ждёт мой уход на март 2021 года. В смысле 2021 года. Так, у меня там пенки нету, да, в этом месяце. Ну, у меня как-то она уже была в использовании, но что-то она как-то почти не юзалась, и вот у меня закончился скрабик, теперь у меня будет пенка. Эйвен Кэ, увлажнение с алоэ огурцом, очищающее средство для лица, для всех типов кожи, 200 мл. Это подарок от подписчицы Люли, она мне как-то его задарила. И он мне, так, ну где-то ещё год его можно юзать. Да, аж до апреля 2022 года. Ну, я надеюсь, мы с ним доюзаемся в этом году. Ну, практически полное, очень экономичное, хорошее средство. У меня вообще вот такие умывалки от Эйвен Кэ нравятся. Но у меня на март. Я, конечно, не уверена, но мне кажется, у меня тут две трети будут подарков от подписчицы Люли. Потому что этот гель для душа, Эйвен Сенсус, парфюмерная коллекция «Нежная любовь в Париже» с ароматом розы, риса и нотами антаря, крем-гель для душа, тоже подарок от подписчицы Люлечки. Она мне уже не первый раз вот именно такой гелик дарила. Мне ещё кто-то такой дарил, очень вкусный аромат, очень мне нравится. Он похож на рис Нуар, который вот у Ифраше был снят. Ну, вообще, очень классный аромат. И я его на март взяла. Пена для ванн Эйвен. Тоже подарок от подписчицы Люли. Что-то у меня в этом году как-то с пенами для ванн, в смысле с ваннами, туго. Я всё собираюсь принять в ванну и в итоге я резу подушек. Ну, может, я её как-нибудь всё-таки приму. Сделаю, может быть, вот, ну, может быть, завтра, послезавтра, ну, на следующей неделе, короче. Это у нас Эйвен. Роскошные цветы. Пена для ванн 500 мл. В общем, вот в таком флакончике пены Эйвен очень классные. Если что, советую. И Лёлечка, спасибо. И она у нас на март переходит. Шампунь я как-то купила за 40 с чем-то рупий. В магазине нужные вещи. У нас два таких магазина. Один в одном месте, другой в другой части города. Не знаю, может, какая-то сеть магазинов нужные вещи. Особая серия шампунь фитоукрепления крапивой черной смородины для слабых и ломких волос. Ну, и типа для всех типов. У меня как-то был такой шампунь ополаскиватель или как-то так, или шампунь, ну, два в одном, короче, очень классный шампунь. Он тоже около полтинника стоил. Тут у нас 250 миллилитров хорошо мыл волосы. Но я частично мыла этими мыльными орехами. Они ещё остались. Но что-то я всё-таки никак не могу им конкретно так проникнуться. И вот я в итоге зашла в магазин, как-то увидела, я такой шампунь не купила. Причём, не поверишь, зритель, на Вайтбрис или на Азон он стоит от 250 рублей. Потому что можно купить за 40. 42-43 как-то так. Ну, максимум 50. Вот. Он у меня тут заюзанный, ну, можно сказать, что экономичный. Тут две трети ещё осталось. А у меня когда как? Ну, мыльными орехами я, наверное, всё-таки продолжу пользоваться иногда. И хоть тут они, я забыла про них совершенно. Сейчас поняла, что я их не взяла, они не заявлены. Но вот чисто как вот, может, в виде маски для волос. Потому что как-то я пыталась усиленно вникнуть в мытьё волос мыльными орехами. И у меня, ну, волосы какие-то непышные, непонятные вообще какие-то были. Прелезаны совершенно. Я помыла на следующий день, допустим, вот этим шампунем. И у меня три дня волосы были чистые. Но когда я забиваю на мыльные орехи и мою чисто вот этим шампунем, то волосы, ну, какие-то не очень, не объёмные. Вот сегодня я и мыла. Ну, такие, так себе. Не то, чтобы без супер там объёма какого-то, да, но чистые, но не совсем то, что вот хочется, да. Я как-то всё ещё в поиске своего шампуня, потому что Гринмамовский внезапно вот со мной как-то раздружился. А и Фраше перестали выпускать тот, который мне нравился, вот уже как, прилично как. В общем, вот он у меня на март переходит. Зубная паста у меня новая. Я Дентал Клиник уже покупала. Оказывается, Дентал Клиник это керасис. У меня было 2 по цене одной, где-то в конце, что ли, того года покупала. Вот первый флакончик сейчас будем юзать с завтрашнего дня. Зубная паста Дентал Клиник 2080. Херб и Биасольт. Лечебная трава и Биасоль освежают дыхание, защищают от кариеса, профилактика, заболевания, диочин, вкус мяты, лечебная трава гелевая. Они дофига экономичные, и мне обычно хватает где-то на 3-4 месяца. Иногда даже больше, но на 4 месяца стабильно. Сейчас узнаем, сколько тут вообще грамм. Да, её, кстати, можно детям от 7 лет... А, тут 120 грамм, 3 года она живёт. Сейчас я её вскрою. Вот. Тут вот именно открывается, вот так, до щелчка закрывается. До этого у меня была с прополисом. Прополис, что-то вот там, тоже корейская. Но другой фирмы, кажется. А может быть, и эта, фиг знает. И она откручивалась. Ну да, это вот первые 3 зубных пасты Дентал Клиник. У меня были именно вот с такими крышечками. Я сначала не сразу догнала, как её открыть. Но очень экономично, буквально горошинку надо. И всё будет вам хорошо. Вот. Так. Это я когда-то покупала на Грин Маме. Детский крем с чередой. Грин Мама, 170 мл. Кажется, это был по сертификату от подписчицы одной. Так что, можно сказать, что тоже подарок от зрителя, зрительницы. Тут 170 мл. Хороший детский крем. Он мне очень нравится. Грин Мама с чередой. Ну, допустим, какие-то покраснения убирают. Как крем-дорог можно использовать. Там вот что-то где-то помазать. Можно даже для лица использовать его. Тоже переходит на март. Не падай. Это когда-то покупала тоже. Может быть, по тому сертификату. Может, раньше. Это Грин Мама. Формула Тайги сливки косметические для снятия макияжа. Череда и корень одуванчика. 170 мл. Но тут уже меньше. Может быть, они будут в пустых баночках марта. Я их использую чисто как протиралку. Вместо лосьона. В конце февраля этого месяца я использовала. Именно так решила, что в марте буду именно так юзать. Ну, иногда вот чисто смыть вот эту помаду губную. Но по большей части просто лицо им протираю. Хорошие сливки. Они мне всегда нравились. Я вот 10 лет как с Грин Мамой знакома в этом плане как косметикой. Так что советую. Ну, и там есть флакончик 50 мл. Но удобнее, экономичнее покупать им. По цене чисто выгоднее. Вот большой. Так. Оно может быть в марте всё-таки закончится. Им пользовалась в певрале. Даже пару раз пользовалась как кремом для рук. Им. Ну, руки мазала. По большей части, конечно, это для лица. Вот лицо и мазала вечером. Грин Мама. Ночной крем для лица. Чистая кожа. Пион и чага. 100 мл. Флакончик очень экономичный. Намного хватает. Ну, мне раньше такого хватало при ежедневном применении на год. Сейчас, конечно, я его не каждый день использую. Иногда забываю стабильно. По большей части забываю. Поэтому он тоже второй год пошёл, как я его юзаю. Хороший крем. Советую. Так. Грин Мама. Крем для рук. Крем для сухой кожи рук. Календула и масло смородины. Было 100 мл. Стало уже, конечно, меньше. Может быть, в марте он закончится. Возможно. Потому что тут как бы... Я думала, что он в феврале закончится. Но он довольно экономичный. Если у вас супер сухая кожа рук, то он вам уже не поможет маслом каким-нибудь. Попользуйтесь там растительным или сметаной, или сливочным маслом. А если вот, ну, просто сухая кожа рук, ещё не дошла до такого состояния супер сухой, то хороший крем. В общем, вот. На март переходит. Так. Это мне... Я заказывала на Алиэкспресс что-то, по-моему, за 40 рублей. Гигиеничка. Она у меня... Её постила та же участь, что вот... Другие бальзамчики вот такая вот. Там немножко отломилось, а вот просто уже никак. И сейчас я её стараюсь использовать вот так, чтобы... Ну, оно не было вот этим вот непонятным, чтобы не отломилось. Ничего, всё, ушло в пользу. Хороший бальзамчик, кстати. Дизайн такой прикольный. Скальп снимается. Ну, в принципе, как бы... В идеале-то надо не снимать скальп, а я когда первый раз его увидела, открыла, не могла догнать, как им пользоваться. Так. Мыло от подписчицы Лёли. Завод братьев Крестовниковых в 1855 году. Основан. Крем, мыло, миндаль. Тут у нас 190 грамм. Я думаю, что, может быть, оно даже будет. У меня и на апрель перейдёт. Но пока оно на март заявлено. Такс. Это я в Гренмаре покупала. У меня тут была крышечка, но у меня когда-то кот её заиграл. Крышечку я так и не нашла. Ну, в принципе, оно как бы и не высохло, ничего, нормально пользуется. Экономичный очень. Гринмама. Крем для ног. 24 часа уход. Мочевина, бетаин, миндальное масло, африканское карите. Без ноль парабенов, красителей и минерального масла. Фуд-крем. До марта 23-го, фу, 22-го года мне его надо заюзать. Но у них обычно как-то с запасом даётся этот срок годности. А тут 200 миллилитров. Вот такое. Тут, по-моему, две трети ещё осталось. Короче, я как-то открутила. Посмотрите, сколько там ещё. Хороший крем. Я им даже как-то по ошибке руки помазала. Что-то так, без очков взяла, что первая в руку попалась. Нормально, так и руки увлажняют. Ну и вот это молочко тоже от Лёли Эйван Кэ. Тонус с ароматом банана, лосьон для тела. Для всех типа кожа 400 миллилитров будет вечное. Почему вечное? Я не всегда использую его полноценно. Как бы, ну, мне нет такой нужды. Потому что выхожу из душа. В лучшем случае, чаще всего, у меня кожа нигде не стянута. Ну, значит, как бы мазаться нахрена им. Иногда там рука, нога или спина стягиваются. Я, соответственно, мажу. Как-то вот вместо крема для рук. Просто теста ради поюзалась. Короче, я надеюсь, что оно у меня к лету хотя бы закончится когда-нибудь. Потому что у меня там ещё и от Лёли, и от ещё одной подруги, скажем так, подарок. Ещё позапрошлого года, прошлого года. Такой вот тоже Эйван Кэ бальзамчик. Так, это у нас, мне вообще его надо до марта 21-го, до марта 22-го года, 21-го год сейчас идёт. До марта 22-го года мне его надо доюзать. Ну, я надеюсь, мы с ним справимся. И доюзаемся. Так что, спасибо, Лёли. Оно переходит, оно давно уже переходит, на каждый месяц ухода. Вот оно переходит. Ну, вроде как у меня тут всё. Я в прошлом месяце показывала самопальный дезик. Ну, в принципе, он как бы есть. Если вам такое интересно, чтобы вот Лёля покажи там свои самопальные вещи, которые ты юзаешь, да, вот. То я буду снова их показывать там, допустим, на апрельский уход. Я просто иногда делаю какой-нибудь тоник для лица. Да, я помню, там был запрос на, как я предлагала, здесь человек откликнулся, на травы для разных типов кожи. Я запишу как-нибудь. Ну, и как бы просто иногда делаю какой-нибудь татуар специально и использую как тоник для лица. Гель, алоэ у меня где-то там ещё самопали лежит. Ну, пока вот что-то мне не пригодилось, я подумала, что, наверное, вот это всё, что у меня будет использоваться в марте. Всем спасибо за просмотр, пока! Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста!